благословенные дни как мы будем вспоминать потом это все это самые популярные ролики за столом у меня есть как потеряевка живите там селе за столом полтора миллиона прошло который он за того считает а ну 15-16 человек тут главное что всем понятная история хорошо быть братья вы вместе ну где-то за столом конечно так мы сейчас посмотрим его помощь египта будет тщетно сидеть спокойно идет видеозапись в интернете насчет это крещение меня сообщи заранее поскольку готова быть она я пойду но мы после службы поедите завтрак ну надо узнать позвонить во сколько у них там я не знаю как это нет связи с коронавирусом нету иордане вот как быть иметь общение друг с другом потому что только вначале вы старайтесь за столом не разговаривать поговорка есть когда я ем вот смотрите какие пряники а тульские какие мы в дороге когда ехали правило было может быть съедать пол пряника но я не знал что есть тульские пряники и там галя глотких пошла с этой свалей вот как нам ходит барышникова пришли у них все здесь это видно что ели я врач его ели но один пряник на двоих а пряник у них я могу подсказать такой вот вот такой вот примерно как или как лепешка только наполовину до конца он один круглый такой и написано тульский пряник они как мы еще не нарушили этот пряник можно на первом и второе даже есть хотя у нас когда пряник до пол пряника у человека и все вкусное все хорошие свой вес то знаете нет замерься если у тебя сколько есть ну ростом метры 70 но отнимать 105 килограмм и вот что останется выше этой нормы ты уже не заходи по весу про нас пишут говорит а у них как а то человек если такое ну как говорят с лишним весом они как у них там бетонная погреба и они человека туда сажают через день вытаскивать взвешивают если нет опять сажает не пить есть не дают ни одного человека правду такого не показали потому что никто не выжил всех закопали где-то прикопались у грузин когда за столом сидят и главный который руководит как его называют тамада 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 как ты говоришь тамада нет вид тамада это который тут это другое я не расслышал ну как то надо сказать это передачи да вы как сказали кто сказали алла верды на самада тамада и вы знаете как это было это расул гамзатов описывает у них порядок такой если вышла на замуж в дом от пришла вам два человека сказали тамада а вы не расслышал правильно туда и вот она не должна говорить при свёкле слышали рассказать ну расскажи дальше ну вот аванса смотрит на нее честь и воображает когда жену похоронил она похожа на нее вроде бы снять это может только все собрание аксакала ну а чтоб собрать их их надо накормить напоить ну и когда они все уже это управились он говорит сынок ты бычка у меня два бычка в стадии есть которые ему принадлежат сделай собери всех аксакалов мои годков там ну когда собрались и главный старший говорит а по какому поводу он говорит сноха у меня такая я хочу чтобы вы сняли с нее это чтобы она завтра могла со мной разговаривать он говорит сколько я живу такого не слыхал но ее вызвали дочь моя это ты единственная женщина которая вот так могла все себя поставить но я не сняли сегодняшний день ты можешь ним разговаривать она не нарушит но но что до полночи то все лежал думал как она заговорит первые слова как он жену вспомнит пока проснулся и уже дома нет она корову дует он потихоньку подошел на корову дует он обкачался доброе утро доброе утро трехнишь сколько не надо подержи у коровы хвоста смотри когда мне бьет им джигита держать корове хвост вы понимаете что такое взял подержал зашел и в него вознеможение лег на такту свою она заходит целыми днями дрыхнешь еще не делаешь вы чата куда попало лезут ну посмотри хоть за ними то ты ждет их он заохал сынах и дождался вечно сынок ты собери оксакалов всех второго бычка зарежь и когда второй раз уже собрались из к по какому поводу напились на ели санга чтобы вернули на прежню а старший говорит о наш отцы хорошо продумали для чтоб понять это надо был двух бычков скушать это у нас сокровище главное кроме людей это книги из которой люди приходят вот она так и главное что в церкви не разговаривали осторожней все разного цвета одинакового цвета только новый завет трехтомный об стену трахнулись башкой вот она как это точно как же вы вчера поймали знаете что я все и выбрана брак из-за стола вылазь молодец благодарите бога благодарим тебя христе боже на боже я правосудил нас и все земли твои зла не лишил нас и небесного твоего царствия нояка после девушеков твоих пришлось спаси твоя и прийди к нам и спаси нас спаси господи помилуй раб твоих милующих и питающих нас спаси и помилуй всех страждущих болящих в темнице сидящих путешествующих нищих сирот вдов священноства иноческий чин притч срикон и вся православных христиан и избави их от всякие скорби гнева и нужды от всякие болезни душевное и телесное и душа нашим полезное сотвори господи помилуй господи помилуй господи помилуй ты с голоду не умрешь никогда иванович о занятиях молитесь или говорите кто помолится давайте все мне молите говорите кто или сами помолитесь и скажите попроси благословения господи боже наш слава тебе за все благослови занятия посади господи все слышно и глубоко в наши сердца и души слава тебе за все отец и дух сытой аминь вот чувствуется человек со стола быстренько все сбрыкните смотреть по знакам у меня не ущипнет у меня жира ни капли нет одна огромная обещала а зачем его щипать просто так голову было бы открыто но сразу было понятно что девушка старобрялся старобрялся да а сейчас непонятно первый том пожалуйста оговорщик дим братья прошу вас устраивайтесь поудобней откройте уши и очи сердец ваших слышанному сейчас у нас продолжение занятия по слову божьему евангелие от иоанна у нас сейчас занятия кому не хватило времени пообщаться после занятий через час там с небольшим пожалуйста милости просим оставайтесь тут занимайтесь это и главное это друг дружка вдохновите чтобы пойти на благовестие нам